Итак, откройте, пожалуйста, 11 главу послания к евреям. И еще раз начнем с первого стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Значит, посмотрите, вот революция спрятана в этом первом стихе. Послание к евреям, 11 глава, первый стих. Посмотрите, осуществление ожидаемого, то есть речь идет о том, что этого нет. Этого нет на данный момент. Мы это ждем и получаем осуществление ожидаемого. То есть, наш данный момент, наша сегодняшняя жизнь расходится с тем, что будет в будущем. И, собственно говоря, это начало всех революций. Когда люди не видят того, что они хотят видеть, они ожидают чего-то другого, чего-то нового. Это новое происходит и, следовательно, происходит революция. Происходит какое-то радикальное изменение. Но оно может быть очень быстрое, может медленное быть процесс. Но оно происходит. И вот я задумался над следующим. Когда вот еще раз перечитывал 11 главу, я подумал вот о чем. Авраам на самом деле и его семья вся, они поклонялись Богу Всевышнему, Богу нашему Саваофу, Богу Адонайлу, Химу и так далее. В отличие от тех народов, которые их окружали. И когда Бог сказал им выйти из тех народов, они не стали слушаться народы, начальства, которые их окружали. Они не приняли веру, которая была языческая. Они вышли из этих народов. И, соответственно, мы помним, Фара не дошел, только половину пути прошел. А Авраам вышел. И вот он вышел, шел, 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 пришел в пустынные места. Но они-то пустынные, но на самом деле их окружали там еще многие люди. Язычники. И там были тоже цари. Авраам не был царем. И там были цари, племен и так далее. И он не стал слушать тех начальствующих. Кого он слушал? Бога Всевышнего. И Бог ему сказал, не смешивайся с этими народами. Живи отдельно, маленькой группой, я буду тебя защищать. Стало трудно. Пришла проверка. И Авраам побежал в первую очередь куда? В Египет. В мощное государство, где, естественно, есть фараон, великий правитель и так далее. И по как бы вот божественным законам он должен был его слушаться и подчиняться ему. Бог сказал ему, выходи. Мне не нужно, чтобы ты там жил, слушался и подчинялся фараону. И он убегает, уходит, ладно, от этого фараона. И снова живет один. Его потомки Исаак и Иаков, они все куда-то бегают. Они не живут под властью долго язычников. Они уходят и поклоняются Богу Всевышнему отдельно. Но вот, в конце концов, еврейский народ попадает в Египет, из которого Бог его постоянно удалял. Но тут он, наоборот, создал условия. И 400 лет еврейский народ живет в Египте. Принял он веру египетскую. Подчинился он фараону. Был послушен начальствующим. Нет, у него всегда была своя вера. Вера в Бога Всевышнего. И смотрите. В определенный момент Бог говорит Моисею. Выводи народ мой отсюда. А, да, давайте про Моисея еще вспомним. Моисей, казалось бы, жил в доме фараона. Он должен был быть послушным сыном. Но он восстал. Он убивает египтянина. Убегает. То есть он кто? Он восставший. Революционер. И потом Бог его призывает из пустынных этих мест, куда он убежал. И говорит, возглавляй восстание народа твоего. И он стал лидером восставшего народа. Непослушного народа. И он его вывел из Египта. Там целая войнушка началась. Фараон не разрешал. А они не послушались. Вышли. Фараон погнался. И Бог, показывая свою власть, волю и милость, уничтожает армию фараона. Не давая возможности этой армии уничтожить свой народ Божий. Где тут послушание? Властям. Где оно здесь? Его нет. Его нет. Люди слушают Бога. И следуют за Богом. И вот они ходят по этой пустыне. Потом, в конце концов, входят в землю обетованную. И не подчиняются местным языческим царям и государствам. А наоборот, уничтожают их. Где тут послушание? Уничтожают все государства. Ну, почти все государства, которые находятся в земле обетованной. Вот так вот. Потом Давид. Он становится приближенным, ближайшим мужем, дочери Самуила. Саула. Саула. Царя. Царя. Помазанника Божьего. Саула. Он становится родственником. И что? И он не подчиняется Саулу. Он бежит от него. И он устраивает вооруженные войска повстанцев, которые там бегают где-то. Видимо, и сражаются периодически. Вот. Но сражаются, ладно, в основном с врагами Отечества. Но сражаются очень активно, уничтожая окружающие народы. Никак его в смирении и кротости обвинить Давида невозможно. Невозможно. То есть, посмотрите, мы видим все время непослушание как раз властям и постоянные какие-то драки и революции. Но давайте перейдем к Новому Завету. Приходит Иисус. И он соглашается с существующим режимом и существующим строем Израиля. Существующей религией Израиля. Нет. Он начинает их всех обличать. Вы лжецы. Вы лицемеры. Вы такие сякие. До такой степени, что его все время пытаются убить. Его все время преследуют. Он изгой. Кто? Кратчайший, казалось бы. Кратчайший Моисей. Кратчайший Давид. Кратчайший Иисус. Не кратчайшие. А наоборот, они поднимают восстание. В конце концов, Иисуса убивают. И как его последователи? Они стали кратчайшими? Они начали слушаться, наконец-то, еврейского руководства? Нет. Они все время находятся в оппозиции. Они все время восстают. Их все время сажают в тюрьмы. И в конце концов, когда они поднимают восстание против римского государства, не подчинившись ему, их начинают одного за другим убивать. Они все гибнут. Вспомните первые христиане. Они проявляли кротость и смирение. Какое кротость и смирение, если их уничтожали миллионами? Как врагов, как восставших, как несогласных. Возникает вопрос. А так ли кроток и смирен христианин? Не похоже. Так ли кроток и смирен тот, кто любит Бога? Тот, кто принадлежит Богу? Так ли он покорен царством, государством и земным властям? Ну, не похоже. Ну, никак. Да, он всегда верен абсолютно Богу Всевышнему. Да, Бог ждет, что мы будем Ему верны, Ему послушны. Получается, даже в ущерб нашему послушанию земным царям. Его, Иисуса, привели к царям израильским, привели к Понтию Пилату. И что? Мы не видим никакой покорности. Мы не видим никакого смирения. Они ему говорят, покайся, попроси прощения. Нет. И его за это убивают. Убивают. И он послушан даже до смерти. И смерти крестной. И он идет на это, понимая, что это единственный выход. То есть, на сегодняшний день, видит Иисус, нет христианства. Нет истинного поклонения Богу Всевышнему. Он верит, что это будет. Ради этого он идет на восстание. Все его ученики восставшие. Все они борются с существующей властью. И он с этим соглашается. И он их благословляет на это. И все они в наши глаза герои. Герои веры. Вот я тут читаю. Их тут и пилами перепиливали. И убивали всегда верных Богу. Восставших против существующей власти. И пишется это хорошо. Одиннадцатая глава вся посвящена этому. Какие они молодцы. Какие они классные герои веры. Я об этом как-то никогда не задумывался. Но вот читая одиннадцатую главу, вот я пришел к такому фантастическому выводу. Самое интересное. Здесь написано. Они, большинство из них, не увидели результатов своей борьбы. Некоторые из них видели чудеса. Да, вот их должны убить. А их не убивают. Тот же Павел. Вот его должны были львы съесть. А они не съели. Его должна была змея укусить. А она кусает. Но он выживает. Абсолютно здоровый. Его там в тюрьме должны были сто раз убить. А его не убивают. Но в конце концов. Убили же. В конце концов. Все равно убивают всех. И они не видят результатов. Павел так и не дожил до победы христианства во всем мире. Апостолы не дожили до победы христианства. Никто из них не дожил. И потом тоже. Сколько столетий происходило даже до сегодняшнего дня. Мы видим, что христианство не победило во всем мире. Мы видим страшные преступления против христианства. Мы видим, какие колоссальные количества христиан убивают в Сирии. Там в основном страдают христиане, которых убивают в огромных количествах. В других странах. Но, тем не менее, они борются за свою веру. И мы говорим, герои веры. И в нашей стране таких людей, наоборот, святыми делают. За что? За борьбу и непослушание чужим правителям, чужой вере и так далее. Интересно, да? Вот и я тоже задумался, как это все интересно. И вот, что получается? Получается то, что... Да, и посмотрите, вот как тут еще интересно сказано. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями. За что? За послушание? Это одиннадцатая глава. Да, с тридцать шестого стиха. За послушание их такое? Нет. Перепиливаемые, подвергаемые пытки умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, кирпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные вере не получили обещанного. Не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть, автор говорит, что они не получили, чтобы мы все вместе получили. Чтобы мы все вместе одновременно получили то, что Бог приготовил. Чтобы не было кто-то раньше, кто-то позже. Чтобы мы все вместе получили. Но в результате огромное количество людей живет в ожидании, что это произойдет, а это в их жизни не происходит. То есть, как это все непросто, дорогие друзья. Как это все очень непросто. И вот теперь мы переходим к следующей главе. К двенадцатой. И здесь, что интересно, здесь говорится о наказаниях. О том, что люди должны подвергаться наказаниям. И когда я оторвано прочитал одиннадцатую главу от двенадцатой, то мне стало жалко людей в двенадцатой главе. Ну, за что наказывать? И тут такие слова еще. Восьмой стих. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Незаконные дети, а не сыны. Надо вас наказывать. Надо. И так далее. Ужасные слова. Про наказание. И вот я все время вспоминаю, как меня тоже наказывали когда-то в детстве. Я думаю, ой, как это ужасно, как это плохо. Ну, зачем это нужно? И мы же вырастаем, и мы видим, что все равно мы получаем наказание. В той или иной форме мы получаем наказание. Почему? Почему нельзя договориться с нами, Богу, и сказать, ребята, вот вы не делаете этого, я вас не наказываю. Мы говорим, да, конечно, мы не делаем этого. И живем уже здесь на земле, как в раю, и все у нас хорошо. Я думал и страдал, и вот получил ответ. Дело в том, что такая вещь, как быть революционером, восставать и не получать наказание, это вещи несовместимые. Бороться против чего-то и не получать наказание, вещи невозможные. И поэтому, если мы восстаем, а мы видим, что мы восстаем, вот вся история библейская тысячи лет показывает, что все они восставали, все они боролись, практически не было ни одного, кто бы не боролся. И во время, вот мне кажется, ответ вот в чем. Когда ты борешься с кем-то, ты не можешь не совершать ошибки. ты все время, либо тебя перехлестывает. Вот вспомним историю семьи Иакова. Иаков там вечно боролся со своим дядюшкой, в конце концов убежал со своими огромными стадами от дядюшки, огорчил дядюшку. И во время этого движения его дочь любимую, один из языческих церков, сын царя, изнасил, ну как, изнасиловал, потому что хотел ее взять в жены. Но не пришел нормально, а сначала изнасиловал, а потом уже пришел, сказал, хочу жениться на твоей дочь. Это было невозможно для Иакова и для братьев. И что делают братья? Все они говорят, да, 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 хорошо, хорошо. Мы с этим согласны. Но вы должны пройти обряд обрезания. Вы должны стать все евреями. И они говорят, да, без вопросов. И когда они обрезались, все мужчины, и страдали сильно, потому что тяжелая операция, все-таки неприятная, братья, сыновья Иакова напали на этот народец и всех их перерезали. Всех мужчин убили. Отомстили за свою сестру. То есть, это, конечно, уже было чрезмерно, потому что Иаков, отец, разгневался, сказал, вы что творили? Более того, он лишил их, этих детей, он лишил их первородства. И поэтому не они получили первородство, а четвертый, четвертый, рожденный от Иакова, звали его Иуда. За что он лишил предыдущих двоих первородства? Именно из-за того, что они в гневе своем уничтожили массу людей. И они получили за это наказание. То есть, вот смотрите, казалось бы, они доброе дело совершили. Еврейскому народу нельзя было смешиваться с окружающими языческими народами. Нельзя было смешиваться. Это было оскорбление рода. Они такие вот встали за свой род. Ну, все сделали красиво, но нельзя было так поступать. А они получили наказание. Вот мы тоже с вами, когда восстаем, когда мы боремся, мы переходим очень часто границы дозволенного. И поэтому грешим. За что должны понести наказание? Давид, такой классный муж по сердцу моему, говорит Господь, такой замечательный. Давид говорит, да, я хочу построить тебе дом, я хочу построить тебе храм. А он говорит, нет, родной мой, ты не построишь, потому что на твоих руках слишком много крови. Ты не построишь, только твой мирный сын Соломон, он может построить, а ты не можешь. Он лично, лично убивал сотни, а потом и тысячи людей. Лично! Лично! И Бог сказал, нет, ты не можешь построить мне храм. То есть, еще раз, смотрите, как это все взаимосвязано. Революционеры с одной стороны необходимы, потому что иначе мир не будет изменяться. Иначе вот то невидимое, чего нет, не станет видимым. и вся жизнь человечества показывает, что человечество все время ввязывается в какие-то войны, в какие-то восстания, в какие-то изменения, в какую-то борьбу, но в то же время умирают люди, гибнут огромное количество людей, а это образ и подобие Божие. И Бог людей наказывает. И Бог людей наказывает. Итак, давайте еще раз откроем 11 и потом 12 главу. Посмотрите, еще раз вернемся к этой мысли Каин и Агель. Агель приносит жертву Богу, приносит жертву Богу угодную. Но для того, чтобы принести эту жертву, что пришлось сделать Авелю? Убить животное. Убить. Ему пришлось пролить кровь. И он проливает кровь животного. Обратите внимание, все евреи, вот эта вся вера, она шла через пролитие крови. То есть, все это было достаточно жестоко. Ты согрешил, ты сделал что-то неправильно, ты должен принести жертву за грех. Убить ни в чем не повинное животное за твой грех. Это жестоко? Жестоко. Но на этом построена вся иудейская вера. это закон, который евреи приняли и которому они следуют всю свою жизнь. Мы совершенно спокойно говорим о том, что вот если мы согрешаем, то проливается кровь Иисуса Христа. Иисус, он пролил свою кровь за наши грехи. То есть невинный человек, невинный Иисус погиб и пролил кровь за наши с вами грехи. И в принципе это очень полезно вспоминать, когда мы согрешаем. Очень полезно вспоминать. Для этого было конечно жестоко, но в иудаизме вот эта жертва за грех, чтобы люди понимали, ни в чем неповинное животное страдает из-за их греха. Из-за их греха. Но не только животные страдали. Мы видим, что и израильский народ страдал. То есть когда израильский народ грешил, он получал очень жестокие наказания. Приходили войны, приходили враги, которые угоняли в рабство еврейский народ. Было два огромных рассеяния, где погибли миллионы евреев. За что? За неверность Богу, за грехи их. И они не только проливали соответственно жертву за грех кровь животных, но и их кровь проливалась за их грехи. И когда сегодня мы живем и совершаем что-то неправильное, не только кровь Иисуса Христа проливается, но мы получаем и наказание. За что мы получаем наказание? За наши грехи. то есть посмотрите из-за того, что умер Иисус Христос, мы не стали жить совершенно без наказаний, без войн, без убийств, без чего-то. Мы получаем по полной мере. Посмотрите вот сейчас все ученые бьют тревогу, что земля стала как-то неадекватно себя вести, то страшные наводнения, то какие-то страшные землетрясения, то еще что-то. И все говорят, что причина в том, что люди уничтожают мир, созданный Богом. Уничтожают животных, уничтожают растения в свою пользу. И многие вещи делают неправильно, не заботясь о земле, которая, собственно говоря, дала нам тело. Потому что мы помним, Бог взял элементы земли. И из них сделал наше тело. То есть наше тело принадлежит земле, которую мы с вами уничтожаем. И если наше тело живое, то многие уже предполагают, что земля живая. И то, что мы над ней издеваемся, вот приводит к вот этим последствиям нехорошим для человека, к наказаниям. Да, так хочется сказать, что за что же меня наказывают. И вот здесь об этом написано. 12-11, 12-я глава, 11-й стих. Здесь сказано, всякое наказание в настоящее время кажется нерадостным, не радостью, а печалью. но после научным через него доставляет мирный плод праведности. В данный момент, когда мы страдаем, получая наказание, мы говорим, за что, почему, как так? Но проходит некоторое время, и мы понимаем, что это было нам на пользу. Обратите внимание, обратите внимание, наказание, все получают наказание. Вот здесь присутствующих, среди здесь присутствующих, среди ваших знакомых, друзей и так далее. Нет ни одного человека, который бы не прошел через какие-то страдания, через какие-то проблемы. Нет такого человека. Все получают. И добрые, и хорошие, и злые, нехорошие, все получают. Почему? Потому что, к сожалению, человек не может прожить жизнь не наделав грехов, не наделав каких-то ошибок, серьезных очень часто ошибок. Он этого даже не понимает очень часто. Вспомните, когда мы вообще пришли впервые к нашей вере, к вере в Иисуса, и нам кто-то говорил, что мы грешники. Кто? Я? Да я не убил ни одного человека, почему же я грешник? А потом постепенно мы поняли, что мы согрешаем и согрешаем очень серьезно, просто мы не думаем об этом, мы себя оправдываем. А на самом деле мы действительно самые настоящие грешники. И как нас вывести из этого состояния греховности? Просто с нами поговорить не получается. Потому что вот Библия и Бог здесь с нами разговаривает. Ребята, не делайте плохого, читайте, понимайте, вот так поступать нельзя. У многих это остановило от греха. Ну, от каких-то грехов останавливает. Но в основном нет. Нет. Это точно так же, как с людьми разговаривают не грабьте банки, не убивайте, не обижайте. Сильно это помогает. Мы читаем жуткие преступления творятся в мире. И вот просто красивые слова, они, к сожалению, никого не изменили. Вот посмотрите, вы заметили, что в детстве очень многие дети проявляют жестокость. Они издеваются над кошками, над собачками, над насекомыми. сидят и с удовольствием смотрят, как лапки отрывают у каких-то насекомых, лягушечек препарируют, с кошечками, вообще ужасно, и с собачками делают ужасные дела. но большинство людей, они когда вырастают, они понимают, что это было ненормально, и им ужасно, я тоже в детстве, но почему я так делал, потому что я не понимал, что это приносит страдания этому животному, или там насекомому, ну подумаешь насекомое, ну подумаешь какое-то животное, ха, но потом я в один прекрасный момент ощутил, что они страшно страдают, а когда я ощутил, что они страдают? Когда я сам пострадал, когда я сам пострадал, тогда я понял, как ужасно, когда я приношу боль и страдания кому-то другому, и я прекратил это делать, только мне кажется больные, только психически нездоровые люди, они продолжают издеваться над животными, растениями и людьми, тем более, это уже показатель нездоровья, психического нездоровья или глубокой греховности этих людей, потому что нормальные люди, они прекращают, наоборот, они стараются сделать все, чтобы никто вокруг них не страдал, пройдя через страдания, через боли, через испытания, ведь это общеизвестная мудрость человеческая, что именно пройдя через боли, через испытания, человек становится более чутким, человек начинает понимать чужую боль, посмотрите, вот люди, которые болели много в детстве, они в основном не причиняют другим людям боль, почему, потому что сами получили много эту боль, и поэтому они понимают, они чувствуют, сочувствуют другим людям, и поэтому в Библии говорится тоже, Иисус нас прекрасно понимает, потому что Он тоже прошел через эти все страдания, и поэтому Он прекрасно понимает людей, и поэтому Он не стремится приносить вот просто так боль людям, не стремится, наоборот, Он желает, чтобы мы вели жизнь спокойную и тихую, но просто иным образом нас не изменить, нас не изменить, вот сейчас в одной стране жутко избивают своих ребят, молодых и девчонок, просто ужасно избивают, кто избивает, такие же молодые ребята, почему они это делают, потому что я думаю сами не прошли страдания, они еще плохо понимают, что это такое, и поэтому Бог дает испытания, дает эти страдания людям пережить, чтобы они остановились, чтобы они изменились, чтобы они преобразились, без этого к сожалению невозможно воспитать нормального человека, невозможно, чаще всего, вот я читаю всякие истории, дети, которые чаще всего, не всегда, но чаще всего, дети, которые вырастали в семьях, где о них очень заботились, сдували пылинки, никогда не наказывали, все им выполняли малейшую просьбу, все делали для них в ущерб даже для себя родители, эти дети вырастают эгоистами, большая часть людей таких вырастает страшными эгоистами, и много историй о том, когда их родители становятся старыми, то они этих родителей, которые столько времени им посвятили и так о них заботились, спокойно в лучшем случае отдают в дома престарелых, а в России это смерть, либо вообще убивают своих родителей, чтобы они не мешали им жить. Почему? Потому что они жили, росли эгоистами страшными, они ни о ком не заботились, о них всю жизнь заботились, и им все время все лучшее приносили, и они их сердца очерствели. То есть, вот посмотрите, как это интересно все-таки, необходимо пройти через эти испытания, через страдания, через мучения, чтобы измениться в лучшую сторону. Поэтому, к сожалению, вот эта вся 12 глава и говорит об этом, что Бог кого любит, наказывает. Почему наказывает? Чтобы не вырос эгоистом, чтобы изменился, чтобы преобразился. Родители, которые любят своих детей, по-настоящему любят детей, никогда не будут вот так выполнять их малейшие просьбы. Наоборот, будут воспитывать их в строгости. Мы знаем, что самое страшное это испытание богатством. И у богатых людей, у которых есть и няни, и помощницы, и все кто угодно, повара, они выращивают совершенно жутких эгоистов детей. Это прямо большинство из них. И только мудрые богатые родители заставляют детей работать. детям это не нравится. Почему я должен работать, когда у папы столько денег? Многие ненавидят своих родителей за это. Но родители, мудрые родители понимают, что это единственный выход, как вырастить нормального ребенка. Не эгоиста. И из таких детей действительно вырастают прекрасные люди. потому что вот мы так с вами устроены. Посмотрите еще пожалуйста на эту закономерность. В богатых процветающих спокойных странах вера в Бога формальная. Да, многие верят по традиции. Потому что мои отцы верили, деды это сильная такая мотивация. Потому что это традиция. Мы верующие христиане. Но если начать разговаривать с этим человеком, у него нет никаких отношений с Богом. Почему? Потому что у них все хорошо. И поэтому когда я молюсь о процветании нашей страны, я помню, что это к сожалению не всегда хорошо сказывается на людях, которые живут в этой стране. Вспомните, вы наверное не помните, я это помню, потому что я это четко отслеживал. В начале 2000-х годов, когда все-таки начали все хорошо зарабатывать, впервые более-менее появились у людей деньги, люди начали строить себе дома, начали покупать машины. у меня как у верующего человека на глазах начался отток людей из церквей, отток, и вера людей стала такая очень формальная. когда разговаривал с этими людьми и говорил ну вот Бог и так далее, они говорили о чем ты говоришь, нам надо деньги зарабатывать, нам надо жизнь свою устраивать, о чем, о каком Боге ты сейчас говоришь, у нас появилась наконец возможность нормально жить, и нам некогда, извини Валера, но нам некогда сейчас заниматься Богом. И мне было очень горько это слышать, очень тяжело это слышать. Я представлял себе, что вот все дальше и дальше наша страна будет идти по пути все большего и большего богатения, и я видел, что в церкви даже люди, даже я начал как-то успокаиваться и начал думать, ну, что я тут вот молюсь, о чем молиться-то, у всех все хорошо, никаких пандемий, все зарабатывают нормально уже, все хорошо, мне даже как-то молиться стало не о чем, и я с ужасом думал, мне не о чем молиться, все у всех хорошо. И я стал думать дальше, вот так будет дальше и дальше, все лучше и лучше, все лучше и лучше, и к чему это приведет? Это приведет к потере вообще всякой веры и к потере всяких отношений с Богом. В материальном смысле хорошо, хорошо, а в духом смысле ужасно, ужасно. И вот я начал грустить, с одной стороны тоже получая какие-то нормальные материальные благословения, но с другой стороны видя, что народ, который в девяностых жадно бросался в церкви, стремился, там в церкви росли как на дрожжах, это был колоссальнейший рост, совершенно невероятный рост церквей, хотя это тоже не все почувствовали, но тем не менее, основное количество больших церквей, они сформировались именно в начале девяностых, и потом я вижу начало двухтысячных, когда почти невозможно создать новую церковь, никто туда не идет, никому это не интересно, и вот я начал грустить, и наша страна стала поворачиваться, у нас появились сложности, проблемы, трудности, я правда думал, что вот теперь люди пойдут в церковь, нет, поскольку у нас нет традиции искать помощи в Боге, люди бросились с еще большей силой решать свои проблемы самостоятельно, это наследие вот этих лет атеизма, когда люди не умеют решать проблемы с помощью Бога, но правда, я заметил, что те люди, вот, когда более сложные времена пришли, те люди, которые в церкви находятся, которые слушают проповеди, которые читают Библию, их вера углубляется, их вера, действительно, их взаимоотношения с Богом изменяются, но для этого нужно иметь постоянный доступ к Богу, постоянно, чтобы Дух Святой работал с этими людьми, это необходимо, а без этого все, люди угасают, люди не приходят просто к Богу, и я хочу сказать, что действительно вот в те годы, когда было наивысшее процветание России, наименьшее количество людей приходили в церкви, наименьшее, это было действительно так, и вот сейчас через вот эти сложности, через вот эти проблемы, все-таки люди потихонечку таким маленьким-маленьким ручеечком начинают приходить в церковь, хотя я могу сказать, что это несопоставимо с тем, что было в начале девяностых, несопоставимо, но тем не менее эти процессы происходят, потому что люди настрадаются, когда действительно настрадаются, они понимают, что есть и другая сила, кроме их силы, вот почему еще раз я пришел к Богу, когда я разочаровался в своих возможностях решить проблемы, которые мне угрожали, когда я убедился, что я не могу, это невозможно для меня, только тогда я обратился к Богу и, о чудо, помощь пришла, и тогда я уверовал в Бога, именно когда обратился к Нему в безвыходной ситуации, пришла помощь, и я уверовал, я стал верующим человеком, это тоже было в начале девяностых опять-таки, о странное совпадение. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, сегодня мы с вами обсудили важные вопросы, мы обсудили с вами вопросы веры, мы с вами обсудили, что вера, она неизбежно приводит к каким-то восстаниям, приводит к какой-то борьбе, мы с вами говорили о том, что в этой борьбе человек совершает страшные поступки, и для того, чтобы он не превратился в монстра в результате этого, Бог вынужден останавливать человека, наказывая его. Чтобы человек стал чувствительным к чужой боли, он вынужден причинять ему боль. Чтобы человек понимал, как это плохо быть без жилья, без хлеба, без помощи, он отбирает все это у человека. Когда человек понимает, как ужасно, когда тебя предают близкие люди, для того, чтобы люди почувствовали, как страшно, когда мы предаем Бога, он допускает предательство близких людей. И мы, когда страдаем от этого предательства, мы понимаем, что Бог точно так же страдает. Точно так же страдает от того, что мы его предали, и мы становимся более верными, более близкими ему. Для того, чтобы понять, как Богу плохо, когда мы уходим от Него, когда Бог остается в одиночестве, мы сами с вами остаемся в одиночестве. Почему пожилые люди самая верующая часть населения, самая сильно верующая часть населения? Потому что они самые зависимые люди, зависимые от своего здоровья, зависимые от внимания их близких. Пока ты молод, да тебе наплевать, что тебя не посещают, что тебе не звонят, ты сам можешь кому угодно позвонить, многие люди от тебя зависят, а вот когда ты пожилой, ты начинаешь ощущать вот это одиночество, и куда человек бежит к счастью, мудрый человек, научный человек, к Богу, который никогда не предает, который никогда не лжет, который никогда не оставляет, только Бог, только Бог, и человек с возрастом понимает всю ценность Бога, начинает его ценить в своей жизни, начинает его любить, начинает ему по-настоящему служить и поклоняться. Только с возрастом человек во всей полноте, осознав свою боль, свое одиночество, свои страдания, обращается к Господу. И вот мы говорим, а для чего эта старость? Многие люди заметили, насколько хуже жить, когда ты пожилой, насколько классно было жить, пока ты был молодой, и насколько хуже, когда у тебя там болит, здесь болит, никто с тобой не хочет общаться, никто тебе не звонит, денег не хватает, заработать невозможно, то-то, 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 то-то. И там плохо, и здесь плохо, ты от всех зависишь. Для чего такое время? Для того, чтобы, прочувствовав все это, прийти к Богу, который верный, который надежный, который любящий, единственный, не предаст, единственный поддержит, единственный укрепит, единственный поможет. Когда даже люди всех бросают и оставляют. Вот так, к сожалению, очень часто происходит, что чем хуже, тем все содействует ко благу, любящим нашего Господа. Давайте прославим нашего Господа.